Всем привет! Блокпост начинает работу! Рубрика Хобби Часть! Доброго времени суток, друзья мои! Здравствуйте! Запланировал я соорудить деревушку в таком, знаете ли, ближневосточном, может быть, древнеегипетском стиле. Домики у меня есть. Собственно, поле с рекою купил. Кто не смотрел, посмотрите на канале, обзор выложен нового поля игрового. Соответственно, начиная большой проект, мне всегда нужно его как-то, знаете ли, хотя бы примерно визуализировать. Как я себе представляю вот эту вот самую египетскую, а-ля египетскую деревушку. Четыре домика. Как-то постараюсь их разместить на каком-то квадратном или прямоугольном основании. В центре колодчик. Ну, какая-то тут растительность. Возможно, там, если жаба не задушит, пару пальм каких-нибудь эдаких с оружием. Вот, значит, тут какие-нибудь будут заборчики. Как они называются? Дувалы, да? Вот, значит, как-нибудь так построим заборчики. Вот, какие-то будут декорации. Наверное, где-то рядом будут располагаться поля. Ну, поля у меня есть. Не буду, конечно, делать фигурку пашущего египтянина. Просто на это, честно сказать, нет времени. Вот. Ну, что, примерно я себе деревушку представил. А вот, что получится у меня в итоге и получится ли, узнаем совсем скоро. Ну, что, начнём помолять. Домики будут стоять, конечно же, на подставках из ПВХ. Вот, ну, как видите, тут я уже повырезал кое-чего ПВХ. Самый простой, двухмиллиметровый. У меня какие есть обрезки. Вот. Попытался я сформировать некий квадрат, прямоугольник. Для чего? Чтобы чётко во время игры была видна граница деревни. Вот. Дома тоже будут не сплошь стоять. Ну, вот где-нибудь здесь попробуем сделать колодчик. Вот. Ну, что, место готово. Давайте переходить к самим домикам. Далее я решил пойти максимально простым путём. Так как домики у меня только маркеры, то все крыши я приклеил намертво. Вот. А, соответственно, окна и двери заклеил квадратиками картона. Соответственно, окна буду просто красить тупо чёрной краской. А здесь налеплю досочки из шпона, чтобы имитировать дверь. И так будет во всех домиках. Делал всё на клеевой пистолет. Но технологию показывать не буду. Думаю, так все тут примерно понимают. Как известно, кому-то на помощь приходят Чип и Дейл. А мне, как ни странно это прозвучит, потолочная плитка. В целях борьбы с залежами барахла продолжаю утилизировать всякие разные остатки. Для чего я сделал эти заборчики, как там, дувалы. Ну, во-первых, такие заборы сразу оживляют пейзаж. В этих уютных закоулочках можно разместить всякие шалобушки, которые прям здорово-здорово преобразят деревню, привезут ей живой вид. Ну и потом меня не оставляет надежды, что, может быть, однажды эта деревня станет ареной боя между какими-нибудь там сирийскими или афганскими бармалеями и нормальными пацанами. Ну, кто знает, жизнь длинная. В общем, забором быть. Вот такая вот получается охренительная история в охровых цветах. Ну, это так, типа грунта первоначальная. Ну, тут ещё дофига работы, но примерно уже что-то начинает вырисовываться. Всегда, начиная работу над террином, надо чётко осознавать одну вещь. Вот задумали вы, ну, допустим, деревню, делать надо всё сразу. Вот я сделал домик один, да, а теперь стою и думаю, а как бы мне попасть в цвет, чтобы все дома деревни были примерно одинаковые? Непростая будет задача. Люблю при работе над террином такие вот маленькие детальки. Вот, например, колодчик. Здесь, конечно, какую-нибудь фигурку надо ещё поставить будет. А так, колодец сделан из пенопласта, колечко такое вырезал, обложил камушками натуральными на ПВА, туда налил титана и сверху положил синюю такую плёночку. Ну, получилось довольно интересно. Ну, потом, когда будет готово, покажу уже окончательный вариант. Я вспомнил, что когда я работал над этим домиком, то сначала обклеивал его салфетками, а потом обмазывал шпаклёвкой по дереву. Ну, для того, чтобы была некая текстура и как-то поинтереснее он выглядел. Вот, к счастью, в моих запасах нашлась вот такая вот баночка, шпаклёвка по дереву, с 14-го года выпуска. Но так как она стояла запечатанная, то прекрасно, в общем, сохранилась. Сейчас буду обмазывать вот эти вот покупные домики. Ну, давайте начнём работать. По большому счёту, почему мне захотелось эти домики обмазать? Чтобы смягчить немножко вот эту, знаете, геометричность форм. Ну, на 3D принтере печататься тут всё ровненько, всё чётенько. А дома-то глинобитные, они же вот, ну, же из глины лепили. Они, в общем, по определению не могут быть такими вот прям ровными-ровными. Вот, и вот, чтобы получилась вот такая вот текстурка, да, мы вот обмазываем это всё шпаклёвкой по дереву. Да, кстати, ни в коей мере это не рецепт, я просто предлагаю свой вариант. Шпаклёвка достаточно густая, ну, может, у меня просто она уже засыхать начала. Поэтому я её разбавил водой до состояния такой вот жижи. Вот, и, собственно, поэтому мне не требуется там прям наносить сантиметровый слой этого на домики. Мне нужно просто создать некие такие бугры неровности, чтобы при покраске домик, ну, немножко заиграл. Вот, по крайней мере, такая идея. Предварительные итоги примерно такие. Сейчас всё засохнет, и уже дальше будем проводить финальную покраску. Блин, в этой шпаклёвке весь уделался, как настоящий каменщик. Кстати, вот там вот, в левом верхнем углу стоит, видите, такой домик маленький. Это, так я себе представляю, зерновой амбар или там склад для хранения продуктов в древнеегипетском стиле. Ну, вот как-то так. Слепил просто на скорую руку из пенопласта и потолочной плитки. Ладно, ждём, пока всё просохнет, и начинаем красить. Любую деревню всегда оживляют фигурки гражданского населения. Пусть они не играют никакой роли для сражения, но с ними деревушка выглядит, ну, как-то поживее. В общем, вот такие три персонажа будут в моей деревне. Я думаю, вы их все узнали. Это фигурки из набора древнеегипетских колесниц. Обзоры на канале лежат в соответствующем плейлисте. Посмотрите, там всё подробнее разбирают. Ну, а для какой надобности они мне нужны, думаю, вы уже примерно представляете. Нет? Не представляете? Ну, тогда смотрите дальше. Всё, покажу. Верный своему правилу никогда не выкидывать солдатиков и всем давать второй шанс, я использовал также и две фигурки от компании Airfix или там Nexus. Это из набора древнеегипетские колесницы. Тоже обзор на канале лежит. Ну, в старости я немножко тут объёмов придал. Там одеждой, какими-то украшениями, париком. Вот. Ну, а крестьянин, он тощенький такой. Ну, живётся трудно просто человеку. Для них тоже у меня придумана своя история. Точнее, свои разные истории. Опять же, чуть позже всё покажу. И обязательно предметы, потому что люди не могут жить просто в пустом пространстве, без каких-то декораций. Вещи, которые я сделал сам, купил. Вот это вот молот-стрельца. Вот эти литые корзинки и всякие кувшинчики. Это я купил у одного парня. В литейке в одной штук 200 сразу купил. Вот. Это слепил сам из шпона. Стол из спичек. Это вот из эпокселина в мешки тут слепил. Чудесная вышла лодочка такая египетская. Похоже, согласитесь. Вот она сделана из кокосового волокна. Господи, что только у меня нет запасов на самом деле. Как начал искать, как начал. И одно нашёл, и другое, и третье. Ой, всё, уронил. Специально всё показываю вам некрашенное, чтобы было понятно. Вот. А уже потом вы всё это увидите в соответствующих сценках. Я не знаю точно, но думаю, что в Древнем Египте люди старались возле домов какую-то зелень сажать, потому что, ну, как бы, кругом глина, песок. Ну, хочется чего-то такого растительного. Ну, здесь две фирменных пальмы размещу. Соответственно, это вот кусочек от какого-то коврика. Там, чуть ли не в ритуальных услугах покупал. Вот. Ну, а это вот из набора эти, знаете, растений для аквариума. Распатронил одну штучку и примерно таких вот штучек налепил. Ну, типа каких-то кустиков. Вот эти эпоксилин. И всё. Прекрасно. Даже красить их, в принципе, не буду. Потому что мне красиво зелёное не покрасить, я так не умею. Вот пусть оно будет вот так. Вот этот эпоксилин замажут только. Вот. И всё вместе это должно создать такую интересную картинку. Я её себе уже в голове представляю. Вы, возможно, тоже. А если нет, то не переключайтесь. Всё покажу. Пока не поставил на базу, вот решил со всех сторон похвастаться, показать мула. Первый раз вообще в жизни красил такого животного. Ну, то есть, может быть, как лошадку, конечно, его покрасить. Но хотелось как-то немножко так аутентично. Нашёл картинку, так подсматривал на неё. Ну, получилось не шибко похоже. Но в целом, вот более-менее. Вот я так хотел, чтобы пузико было серое. Ну, а ближе к гриве всё темнее и темнее. В общем, вот как получилось, я очень доволен. Мупришь самая простая, потому что это крестьянский мул. Поэтому никаких тут особенных украшательств не будет. И вот он, итоговый, готовый результат. Обжитая деревня с населением, с какими-то декорациями. Давненько я такого удовольствия не получал от покраски, от творчества. Потому что такие большие проекты, они, конечно, здорово так вдохновляют. Хотя, если честно, весь фронт работы, от грунтовки до сегодняшнего момента, у меня прошло 7 дней. 7 дней разных манипуляций с этими штуками. Ну, и третий съёмочный день, кстати говоря. Так что, хобические ролики, конечно, на канале будут. Но слишком часто их снимать я не смогу. Просто потому, что, ну, вот как выйду на работу, так и всё. Так и времени нет. Ну, ладно, давайте поближе посмотрим, как говорится, всю мякотку этой самой конструкции. Стряхнём пыль с вращающегося подиума. Первая часть деревни – это колодец и женщина, пришедшая за водой. Ну, не очень понятно, как она будет черпать эту воду. Наверное, прямо, так сказать, перегнётся и кувшином зачерпнёт. Это я не доработал. Ну, а в целом, как видите, всё очень просто, легко и без всяких сложностей. И красить фигурку было удивительно легко. Просто вот компания «Цезарь», вы молодцы. Ну, пошли дальше. Так, первый домик в деревне – это так называемый домик рыбака. Ну, сеть сделана из бинта. Тут покрасил жидкоразведённой краской. Лодочку я вам говорил, но весло вырезал из какой-то там деревяшки. Немножко зелени. Ну, дом в меру облупившийся, но это такая вот фирменная текстура. Так, на этой стороне у нас ничего особенного, в принципе. Так сказать. И вот он, главный вход в дом. Самого рыбака нет. Нет, он зашёл домой, наверное, чайку попить. Или что там они, египтяне пили, не знаю. Стол, пустая корзина. Рыба, мелкую рыбу он, видимо, домой унёс. А крупную выложил на стол. Сейчас будет разделывать и развешивать, сушиться. Ну, вот такая вот, как мне показалась история. Не знаю, получилось или нет, но по мне так всё здесь неплохо. Второй домик, это так называемая лачуга земледельца. Ну, или домик земледельца. Сам по себе домик, как видите, он, в общем, ничего особенного. Вот, как мне кажется, всё-таки идея с заборами, с этими дувалами, она достаточно удачна. В том плане, что с одной стороны заборы конструируют пространство, а с другой стороны нет эффекта какой-то тюрьмы, что называется. Если бы заборы были со всех сторон. Двери, как во всех домах, я делал из кусочков шпона. Ну, дальше чёрная краска, серая высветлял. Ну, в общем, как умею, так и получилось. Собственно, ничего здесь сложного нет. Равно, как и так же высветлял и деревянные брусья, которые держат крышу. История, которая здесь разыгрывается, очень простая. Земледелец на своей арбе привёз с поля целую кучу снопов, зерна. Мола распряг, тот, видите, водичку пьёт, травушку кушает. Ну, а весь страшно худой, жилистый мужик, загоревший на солнце. Прям такой типичный египетский крестьянин. Стоит возле своей арбы. С одной стороны, он, конечно, раб. Хлеба-то много, значит, будем жить. А с другой стороны, сейчас же по жаре, придётся всё это дело разгружать ему. Ну, в общем, ну, такая, как мне представляется, достаточно органичная вышла сцена. И в заключении представляю вашему вниманию дом, ну, скажем так, сельского старосты. Значит, на самый большой участок здесь ещё и амбар. Видимо, то ли деревенский, то ли именно его персональный. Ну, сначала по постройкам, что здесь у нас получилось. Меня по-прежнему терзает смутное сомнение в том, что амбары у неё были именно такие. Думаю, что вряд ли. Ну, в общем, более-менее в таком общем стиле. Домик слегка облупленный получился, но это, опять же, не моя вина. Так, достаточно много зелени, но это логично. Человек побогаче, я думаю, старался как-то добавить в этой пустынной местности себе растительности. Теперь по поводу мизансены. Какая история здесь разыгрывается? У нас есть два работника, которые выполняют задания своего начальника. Вот на крыше амбара мужичок несёт корзину, ну, чем-то, что я условно называю сыром. Вот сейчас будет спускаться там в люк. А второй мужичок подхватил на плечо мешок и собрался уже было, поверьте, идти по лесенке вверх. Но его остановили. Ну, в общем, понятно, что вельможи привезли продукты какие-то там, да, из города. И он решил их запихать в свой амбар, чтобы там никто не украл, не съел. И вот два мужичка таскают эти самые грузы. Вот этот товарищ в красной шапочке взял мешок зерна, пошёл и уронил амфору с вином. А старост это стоял наверху, заметил кубарем вниз. И бежит, орёт, кричит, ах ты, сын Анубиса, отродье Киппападама, шо ж ты делаешь-то глаза-то разуй, блин, это же критское вино, оно же дорогущее. А всё, вино-то уже, считай, и пролилось. Ну, вот так это я хотел изобразить. Не знаю, получилось или нет, вам судить. Вот такая у меня получилась деревня. Хвастаться ей я могу ещё очень долго, но хватит ролик и так затянутый получился, надо заканчивать. В общем, опять же, это не руководство к действию. Я вам показал, что можно сделать. Естественно, что вы придумаете что-то ещё гораздо более крутое. Для меня эта работа чем была интересна? Я впервые как-то работал, взаимодействовал с 3D-принтером, точнее с продукцией 3D-принтеров. В общем и целом, нормально, нормально, всё чётенько. И особенно, если подсоединения очень дорогие, так брать, по крайней мере, террель напечатанный на 3D-принтере, можно и нужно. Ну что, спасибо огромное всем, кто досмотрел до конца. Как обычно, прошу дать обратную связь. Пишите, ругайте, хвалите, советы давайте, идеи подбрасывайте. Не последние домики ещё в моей жизни. Вот, мне это всегда очень важно и интересно. Ну что, кто не подписался на канал? Почему вам и не подписаться? У нас впереди много всякого разного интересного. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пока-пока.